Приветствую вас! Я думаю, что вам, скорее всего, не понравится то, что я хочу сказать, но, тем не менее, надеюсь, что вы все же прислушаетесь ко мне и коллегам, которые я надеюсь разделят мою точку зрения на данную сторону. Тест отличается в том, что вы чересчур сильно опекаетесь от своего ребенка, чересчур сильно за него переживаете, чересчур сильно за него волнуетесь, чересчур сильно о нем беспокоитесь, вот, что, собственно говоря, и приводит по итогу к такой истории. Что он очень многого боится. То есть, дети испытывают страх, как правило, преемственный. То есть, это не их страх. В прямом смысле этого слова. Это страх, как правило, от родителей. Это страх, как правило, именно взрослых. И ребенок, соответственно, когда сталкивается с отношением родителей к той или иной ситуации, он, естественно, переживает, он, естественно, боится, он, естественно, испытывает какие-то эмоции, он действительно испытывает какие-то чувства. Вот. То есть, это такой, в целом, очень нормальная реакция для ребенка. То есть, реакция ребенка на что-либо определяет, как правило, именно сами родители. К сожалению. К сожалению. К сожалению. Ну вот. То есть, это вот тот момент, та история, которую нужно понимать. Да? Что вы, по сути, сами, к сожалению, напугали своего ребенка тем, что вот гипер его опекали. Я опекали тебя, продолжать опекали тебя. Вот. Значит, что я могу здесь сказать, да? Что-то, как бы, я не очень знаю вашего ребенка. какой он, насколько он активен, например. Насколько он активен, насколько он напротив, может быть, посилен, вот. Я этого не знаю, но предполагаю, что вы его, вот именно вы его сейчас, скорее всего, не вытащите. Вот, ну, по крайней мере, мне так видится и мне так представляет. Его может вытащить отец, вот. На мой взгляд, опять же, его может вытащить отец. Только если, значит, адекватно это преподнесёт. Вот. Ну и разговаривать необходимо с ребёнком спокойно. Значит, спокойно снова и снова нужно с ним разговаривать относительно того, чего он испугался и так далее. Вот. Вот, в принципе, так. Тут одна проблема в том, что ребёнок, он, вот, в этом смысле, вам, через чур, сильно доверяет. В этом смысле, ребёнок от вас слишком сильно зависит. Вот. И в этом смысле, как бы, вы приучили ребёнка к тому, что нужно бояться того, что если не произошло. Вот. Да, я понимаю прекрасно, что у него слабые лёгкие, я понимаю прекрасно, что он, там, может, заболеть и прочее. Я прекрасно это понимаю. Я даже понимаю то, что он ещё не заболел. Он сам, он, со своими последствиями, с последствиями своих действий не согнулся, чтобы его совершенно напугали. Но, надо сказать только, может быть, вершине одеты для него, ну, ему, как-то, вот, страшно. Вот. Может быть, он холода никогда не испытывал. Как бы, ну, такого серьёзного. Он не понимает необходимости вершине одеты. Вот. Что-то, может, он думал, что это из-за него, из-за неё, даже, наверное, бы побежало. Вот. Что-то, возможно, в таком случае имеет смысл предложить ему, там, внутрь из квартиры выйти, там, допустим, на лестничную площадку. Вот. К примеру, выйти на лестничную площадку, да. Вот. Без одежды верхней. Если она ему, ну, страшно, неприятно и так далее. Вот. То есть, ну, это вот те истории, да, которые нужно предпадать в жизнь, как бы, если вы хотите... Направить своего ребёнка в сторону какой-то большей активности. Вот. При этом, на мой взгляд, совершенно очевидно, что активность ребёнка будет, вот, в таком случае усиливаться. То есть, он будет хотеть действовать сам, что больше и больше, сильнее и сильнее. Вот. То есть, это тоже нужно учитывать. Опять же, не очень понятно, готовы ли вы к этому. К тому, к тому, что он будет что-то делать, ну, самостоятельно. Ребёнок, я имею ввиду. Вот. Примерно так можно ответить на ваш вопрос. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я вам желаю всего самого доброго и удачи.